Укрепить надежду на выздоровление и компенсировать потерю волос после курса химиотерапии онкобольным может помочь парик. Но из-за высокой стоимости не все могут позволить купить его. И тогда на помощь приходят такие люди, как Алиса. Маленькая одесситка пожертвовала сантиметрами красоты, чтобы сделать хотя бы немного счастливее тех, кому из-за болезни пришлось попрощаться со своими волосами. Мама мне рассказала, что некоторые детки болели раком. Ну я знаю, некоторые болеют, но я не знала, что когда их лечат, то у них выпадают волосы. И когда их лечат, то это называется химиотерапия. И я все решила и сказала маме, что я хочу, ну, постричься рак деток. Еще несколько месяцев назад Алиса и подумать не могла, что распрощается со своими длинными белокурыми косами, которые отращивала с самого детства. Но узнав о возможности помочь онкобольным детям, девочка с радостью срезала свои 65 сантиметров. Мама мне завязала хвостики и сказать еще раз посмотреться в зеркало и решить. Я пошла посмотрелась и сказала да. И мама меня начала стричь. Ну потом была укладка. Ну, подровняли волосы. Об этой инициативе близкие Алисы узнали от знакомых. Несколько лет назад сын одной из подруг мамы участвовал в подобной благотворительной акции. Тогда Светлана Белинска и подумать не могла, что ее дочь тоже захочет изменить свою прическу. Алиса отращивала волосы лет с двух или трех, наверное. И вообще не собиралась их стричь. Никогда, никогда не красить, не стричь. Ей очень нравились ее волосы. В какой-то момент я вспомнила про эту инициативу и рассказала. Алиса очень впечатлилась. Ей понравилась эта идея. И она прям вот сразу решила, мама, давай стричь. Примерно неделю я ей пыталась объяснить, что волосы так быстро не отрастут, ну такие же длинные, и что со стричь придется достаточно большую длину волос. Но Алиса была уверена в своем решении. Светлана поделилась, что в будущем хочет последовать примеру дочери. Но пока длинный волос мамы девочки не хватает для изготовления парика, женщина гордится мудрым решением Алисы. В какой-то момент она сказала, мама, я так счастлива, что сейчас буду плакать. Но она правда очень трогательная и чувствительная, и вообще добрая очень девочка. Я горжусь своим ребенком, потому что это действительно серьезный поступок для нее был. Не каждый взрослый решится на такое. Организаторы акции отмечают, насколько психологически сложно онкобольным детям в тот момент, когда теряешь волосы после химиотерапии. Деток, особенно когда это девочки-то куртки, конечно же у них вызывают комплексы, вызывают дискомфорт. Вот этот процесс выпадения волос, отсутствия волос. И парики помогают им не отличаться от сверстников. Им хочется быть в хорошем смысле наравне с другими детьми, не испытывать этого дискомфорта. И парик решает эту задачу. Чтобы изготовить один парик, в среднем необходимы волосы 4-5 человек. Мы общаемся с психологами, которые здесь в отделении. И через психолога мы уже узнаем, кому действительно, для кого эта потребность актуальна, и кто действительно этим бредит, кому это очень важно. Чтобы пожертвовать своими сантиметрами для помощи онкобольным детям, перед стрижкой необходимо помыть и высушить волосы. Затем следует разделить их на максимальное количество хвостиков и отрезать. Минимальная длина, которая подходит для изготовления парика – 35 сантиметров.